МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр, прежде всего, объясните, для чего это все? Для чего этот кубок проводится? Ну, потому что, с одной стороны, вроде бы вы пытаетесь отобрать самых талантливых детишек, поощрить их таким образом, но глобально ситуация в плавании нашим отечественным не меняется. Наоборот, ощущение, что ухудшается от года к году. Посмотреть на результаты. Вы знаете, Максим, на самом деле, логика и, в общем-то, наверное, почва для того, чтобы было принято решение об организации проведения этого кубка простая – дать детям шанс. Шанс достичь более высоких результатов, шанс самоутвердиться, самоутвердиться и шанс. В общем-то, наверное, мы уже можем на данном этапе сказать, что три человека, участники нашего кубка, являются членами национальной команды. То есть результат, он, как говорится, неявный, но очевидный. А без этого кубка они бы не пробили сборную? Получилось так, что вот как раз возраст, который мы выбрали, он выпадает из международных турниров. Для детей этого возраста не проводятся крупные мероприятия. И в России также. И, в общем-то, мы специально отследили календарь, проконсультировались со специалистами и выбрали именно вот эту возрастную вилку – 14-15 мальчики, 12-13 девочки, для того, чтобы у детей был стимул оставаться в плавании. Для примера могу сказать, что, в общем-то, в 2009 году, после второго Кубка мира, значит, ну, была отслежена статистика в течение всего года, и дети, которые участвовали в 2009 году у нас в турнире, ни один из них не закончил плавать. Это что касается Свердловской области. А тут есть прямая связь? Выступил на Кубке Попова, ну, уже, соответственно… Переходный, так сказать, не то, что переходный возраст, переломный, наверное, момент, когда дети принимают решение либо остаться, либо уходить. И, в общем-то, одна из смысловых нагрузок турнира заключается в том, что он должен быть стимуляционным фактором, стимулятором таким, для того, чтобы остались дети в плавание. В общем, получается, что работает, что, так сказать, итоги вы оцениваете скорее как позитивные. Первых, по крайней мере, трех. Первых, да, безусловно, безусловно. Первые камни, которые мы заложили, так сказать, в фундамент, наверное, российского плавания, они… Они, по крайней мере, не выпали, в фундаменте остается. Не утащили. Ну, вообще, вот что должно произойти глобально, чтобы наши снова начали выигрывать? Просто посмотреть, можно, статистику по Олимпиадам, по Чемпионату мира, вот все хуже, хуже, хуже. Уже совершенно нормальная ситуация, когда мы без золота приезжаем, да, хотя бы с какими-то призами. Видимо, скоро попадание в восьмерку, в финальный заплыв, это тоже уже будет достижение? Первонаперво. Люди, которые возглавляют федерацию, наверное, да, должны сесть вместе с тренерами, вместе со спортсменами и, в общем-то, принять, прийти к одному простому выводу, что просто так проигрывать никто не собирается. Для того, чтобы выиграть, надо уже создать систему, подобрать людей, подобрать специалистов, которые помогут спортсменам реализовать такие цели и задачи. А как это сделать? Да сесть, собраться и... Нет, я понимаю, где взять специалистов? У нас сейчас, знаете, такой общий подход наметился, что, ну, своих нет, за границей купим. Не вопрос, привлечем тренеров, методистов и так далее. Они все сделают. А мы денежки дадим. Типа, да, закидаемся деньгами, это, наверное, самое простое. Футбол, биатлон, ну, в общем, сами знаете, можете продолжить этот список видов спорта. Есть приложение, наверное, более конструктивное. Это создать, так сказать, группы, мини-группы, бригады под тренеров, там, 3-5, от 3 до 5 спортсменов. И перемещать их, возить их по таким, как говорится, местам, где делают результаты, где работают настоящие профессионалы, настоящие люди, у кого можно научиться. Пусть эти тренеры, на кого мы делаем ставки, да, таким образом, пусть они ездят, учатся и реализовывают это через своих спортсменов. Ну, это ведь наверняка долгая история. Так вот все, пока объехать, пока изучить, пока научиться и дать результаты. Олимпийское четырехлетие на это придется положить. А у нас впереди Лондон. 2012 год, до него остается, ну, сколько там, полгода фактически. 8 месяцев. И что будет в Лондоне? Участие. Участие? Ну, вот смотрите, вашего аппаратного веса, как вице-президента Российской Федерации плавания, для того, чтобы инициировать какие-то перемены, получается, не хватает? Кто-то должен на более высоком уровне все это начинать внедрять? Вы знаете, как говорит, один в поле не воин, да, и даже там два человека не решат, наверное, эту ситуацию. А второй это кто, Эксальников, который президент? Нет, это другие, единомышленники, скажем так, люди, с которыми мы там сходимся во взглядах, да. Понимаете, ситуация, наверное, должна дозреть до того, что люди начнут переосмысливать, что же, наконец, происходит, и они начнут осматриваться по сторонам. Ну, когда же она дозреет? Вот уже сколько было провалов, уже вроде бы и тренеров меняли, и методики меняли, и ничего не помогает. И, тем не менее, сидим и ждем чего-то, чудо какое-то. А вы знаете, думаю, что, наверное, уже люди сверху должны будут сказать, ребята, подумайте, что-то у вас не то происходит. В общем, вся надежда на министра спорта получается примерно так. Ну, вот вы говорите, проблема в системе, которую надо менять, которую надо придумать для начала, да, некую оптимальную, хотя модель у вас, по крайней мере, существует уже, да, которую вы готовы предложить. А в спортсменах проблемы нет. Вот мы недавно с нашим еще одним замечательным пловцом Юрием Прилоковым говорили, он говорит, нас воспитывали как, что есть только одна медаль, золотая. Остальное это уже, в общем-то, и не серьезно. А сейчас, видимо, ситуация изменилась. И уже любая медаль, это достижение. И даже участие в финале тоже хорошо. Вы знаете, это заведомо, как говорится, понижение планки. Планки ответственности, планки, в общем-то, и требователей. Почему? Потому что, ну, например, я, да, я не могу себе позволить такую роскошь, как опуститься и, там, требоваться от спортсменов, там, участия в финале уже будет достаточно. Для меня, как для спортсмена, это было неприемлемо. Так и другие ребята должны быть. Ситуация не меняется. Статус медали, он золотая, серебряная, бронзовая. Они как были, так и остаются. Просто мы уже начинаем сами. У нас не получается какие-то вещи, мы начинаем искать, как говорится, пути отхода. Участие в финале мы уже расцениваем как успех. Медаль – это вообще гениально получается. То есть, мы должны поднять планку требований. Ну, в общем, опять же, тут не в спортсменах получается все-таки проблема. А в тех, кто стоит над ними. Знаете, в общем-то… Не, ну как, культ потребительства, знаете, вот он там чего-то добился, получил первый гонорар, и уже нормально. И уже он ни к чему не стремится. Может быть, хотя к спортсменам это не имеет прямого отношения. Спортсмен, он все равно является частью системы. Просто эта система через спортсмена, она показывает свою работу. Вот и все. Здесь надо правильную систему выстроить таким образом, чтобы спортсмен был ярким примером. И, ну, наверное, примером для подражания последующих там поколений, да. То, на чем мы были воспитаны. То, чьими примерами там мы всегда пользовались и брали, как говорится, за основу. А может не работает это уже теперь? Вот это вот патриотизм, вот это уже, даже кажется, какое-то затасканное понятие, которое для многих не имеет никакого абсолютно конкретного наполнения. Мы будем биться за честь флага. Раньше может быть, теперь нет. А за что биться-то тогда? За компьютер? Похоже за компьютер, гонорар, там еще что-нибудь в этом роде. За виртуальную вообще реальность или за что? Ну, а выйти просто по сторонам, осмотреться, да это наша родина. Это вот пройти, посмотреть людям в глаза. Это те люди, кого мы представляем. Хорошо, если вернуться к плавательной системе, есть какой-то в мире идеал, который можно взять и каким-то образом скопировать на нас? Мы же были когда-то в числе государств-лидеров, да, в плавательных дисциплинах самых разных. Сейчас это США, сейчас это Австралия, Германия. Китай. Китай. Теперь становится, да, активно. Может быть, уже вот как-то брать и копировать это все? Как говорят, вот раньше учились на наших примерах. Сейчас уже нам самим пора учиться. Совершенно верно. Учиться никогда не поздно, кстати. Нам, наверное, нужно взять самое лучшее. Самое лучшее пример. В общем-то, есть пример, примеров более чем предостаточно. Надо просто внедрить. Надо организовать, скажем, такие точки роста, да, будь это Екатеринбург или еще кто-то. И уже под это выстраивать систему. Если ничем не заниматься, вот так сидеть, вот, бла-бла-бла, то мы ничего не добьемся. Но нам-то ближе Китай или все-таки Австралия? Австралии, наверное, нет. Вы же там жили, вы прекрасно знаете. Там особый климат, там, извините, вообще проблем нет никаких. Там бассейн, наверное, на каждом шагу. Да, бассейны, проблемы есть везде. И бассейнов, в общем-то, на тему бассейнов, да, у меня всегда спрашивают. Вот обеспеченность наших городов бассейнами очень низкая и так далее и тому подобное. Ну, наверное, наверное, соглашусь с этим. У меня всегда, в общем-то, пример Камберы перед глазами, да, это 350 тысяч населения, политическая столица Австралии. Шесть 50-метровых бассейнов только, которые знаю я. После того, как мы оттуда уехали, там было построено, по-моему, еще два или три бассейна 50-метровых. Часть открытые, часть закрытые. А еще 25, естественно. Про которые мы не говорим. Их, наверное, огромное количество. Про которые мы не говорим. Почему? Потому что мы их не использовали в своей подготовке. Мы их не тренируем. Ну, понятно, возможно, это и есть тот фундамент, который нужно закладывать. Чтобы были доступные бассейны, тогда уже о чем-то можно говорить. Иначе все это... Начинать на самого низа. Начинать на... Давайте мы сейчас тему сменим резко, тем более мало времени остается у нас. Чем ежедневно занимается сегодня Александр Попов? Чем сегодня зарабатывает себе на хлеб? Ваша карьера закончилась в каком? В 2005 году, по-моему. Уже в четвертом. В четвертом даже. Фактически 7 лет. Александр Попов сегодня это кто? Кроме того, что вице-президент Федерации плавания. Ну, у меня общественные нагрузки очень многие. Это Международный Олимпийский комитет, Международная Федерация плавания. Это и наблюдательный совет Уркомитета Сочи, и Российский Олимпийский комитет. И бизнес-структуры, в которых я участвую как учредитель. И организации, которую я возглавляю, в общем-то, спортивного направления. Ну, так, спорт-администрирование. То есть, более чем предостаточно. Ну, понятно. А на хлеб, соответственно, это бизнес. Вот тот самый, который вы упомянули. Ну, надеюсь, что да. Если это можно так расценить. Ну, а почему нет? По-прежнему в России живете? Да, в Москве. И сменить место жительства желания нет. Сейчас, знаете, в обществе такие настроения процветают. Была бы возможность, уехал бы. У вас все возможности. Не уезжайте. Как говорят сейчас, знаете, с рублевки народ начал съезжать. Да, да, недавно замечательная была публикация на этот счет. В Германию, во Францию, в Италию. Да, а туда, соответственно, перемещаются те люди, которые потом куда-то поедут. Нет, это не про вас? Нет. Я на рублевке не живу. Ну, понятно. Семья тоже здесь? Семья здесь, да. Еще один вопрос. Сыновья спортом занимаются? У меня старшие сыны участвуют в этом турнире. Пошел по стопам папа? Ну, отчасти да, отчасти нет. Ну, то есть, плавать плавают. Безусловно, вот, что касается занятий спортом, это они... Тут протекция папы как-то может помочь? Или извините, плавание это не тот вид? Сам. Здесь только сам. Я за него проплодистанцию не могу. Ну, понятно. И совсем маленькая дочка, правильно? Около года ей сейчас. Почти годик, да. Ну, там пока еще рано говорил. Относительно спортивных задач. Она, как говорится, наша, вот, отдушина, наверное, да? Наша все. Ну, можно и так сказать. Она и для братьев, и для мамы с папой. Самое последнее. Совсем недавно, 16 ноября, вам исполнилось 40. Круглая дата, юбилей. И вообще принято считать, что это определенный рубеж, по достижении которого принято некие итоги подводить. Вы великий, любимый, уважаемый. Я причем не льщу, это вот то, что в интернете сопровождает ваше имя. Кажется, что добились всего, чего только можно. Трудно цели на будущее себе ставить. Куда стремиться дальше, если вроде бы вот уже все есть? Ну, у нас очень серьезный мотивационный фактор. Это семья. Семья, дети, вот, на них и приходится концентрироваться. Это тот фактор, да, который не дает расслабиться. Плюс родители, безусловно. И плюс кубок попов, который у нас начинается совсем скоро. Вы знаете, на самом деле это даже не нагрузка и не фактор, как бы, стимуляционный. Это, вот, честно вам скажу, это удовольствие. Удовольствие, да, какие-то есть организационные моменты, да, эволюционные, которые приходится проходить. Но когда видишь вот счастливые глаза детей и тренеров, как-то это все забывается. Забывается и уходит. Главное, чтобы это удовольствие сохранилось и дальше. Будем стараться. Спасибо вам большое. Я напомню, что в гостях у нас был знаменитый, замечательный пловец, наш с вами земляк Александр Попов. До свидания и удачи. Субтитры подогнал «Симон»!